Сегодня предлагаю ознакомиться с менее древней, но от этого не менее увлекательной историей. Рабкунд, или озеро скелетов, расположено высоко в Гималайских горах на высоте около 5000 метров над уровнем моря, в округе Чамоли на территории индийского штата Утаракханд, как раз на пути к горе Нандадеве. Озеро представляет собой небольшой ледниковый водоем около 40 метров в диаметре, по берегам которого разбросаны сотни скелетов. Среди останков людей также были обнаружены кости лошадей, деревянные и ювелирные изделия, а также кожаная обувь. Хотя об останках сообщалось еще с конца 19 века, заново они были открыты в 1942 году. Мало что известно о происхождении этих скелетов, так как они толком не подвергались систематическому антропологическому и археологическому исследованию, отчасти из-за горно-геологических условий и туристов с паломниками, которые разбирают кости на память, а некоторые исследователи-любители перевозили скелеты даже на мулах. Помимо фантастических легенд о происхождении останков, было выдвинуто несколько предположений, от останков армии и групп торговцев, попавших в шторм или под лавину, до эпидемии. Чтобы пролить свет на происхождение скелетов Роупкунда, исследователи проанализировали их останки с помощью ряда биоархеологических анализов, включая древнюю ДНК, реконструкцию рациона на основе изотопного анализа, радиоуглеродное датирование и остеологический анализ. В процессе были получены данные по всему геному от 38 человек и определены митохондриальные гаплогруппы у 71 человека, а изотопный анализ удалось сделать по останкам 45 человек. Результаты Остеологический анализ Остеологический анализ здоровья и роста, выполненный ранее на другом наборе костей, показывает, что люди из Роупкунда были в целом здоровы, кроме троих человек с незажившими переломами. В докладе предполагается, что эти травмы могли быть получены во время сильного и крупного града диаметром до 7 см, который иногда бывает в окрестностях озера, но и другие сценарии вероятны. А по описанию останков выделяются люди как очень крепкие и высокие, не похожие на южноазиатов, так и более грациозные, что согласуется с генетическими данными, но об этом далее. Генетический анализ Анализ данных по всему геному показал, что в выборке из 38 человек было 23 мужчины и 15 женщин, что согласуется с данными физической антропологии и не вписывается в предположение о военной экспедиции. А тот факт, что они не были родственниками, говорит против идеи о том, что скелеты Роупкунда могут представлять собой останки групп семей. А также исследователи не нашли никаких доказательств наличия инфекций, хотя патогенной ДНК могло быть слишком мало для обнаружения. Генетическое разнообразие 38 человек на графике анализа главных компонент указывает на то, что люди Роупкунда объединяются в три отдельные группы, которые исследователи назвали Роупкунд А, Б и С. 23 человека из группы Роупкунд А попадают вдоль генетического градиента, который включает большинство современных южных азиатов, однако они не попадают в плотный кластер. Все проведенные анализы для представителей группы Роупкунд А показали, что их нельзя смоделировать как людей из одной группы, предполагая, что они не составляют единую связанную группу, а происходят из существенно разных смесей популяции в Южной Азии. Они продемонстрировали значительные различия с разнообразными наборами современных жителей Южной Азии, что согласуется с их разнородностью, наблюдаемой и на графике анализа главных компонент. Под родством, связанным с Южной Азией, исследователи понимают близость к современным популяциям из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Бутана. 14 человек из группы Роупкунд Б попадают рядом с современными западными евразийцами, указывая на то, что они имеют родословную, связанную с западноевразийским происхождением, под которым исследователи понимают близость к группам предков, распространенных в Европе на Ближнем Востоке и Иране. Для более детальной оценки происхождения, связанного с западной Евразией в группе Роупкунд Б был построен второй график анализа главных компонент, на котором большинство людей из этой группы оказались близки к популяциям материковой Греции и острова Крит. Однако дальнейший анализ показал более близкое родство представителей группы Роупкунд Б только с людьми современного Крита. Стоит отметить, что близкое родство указывает на происхождение предков, а не на миграцию из Крита. А единственный представитель Роупкунд С на графике расположен далеко от всех других людей из Выборки, между представителями Онги Сандаманских островов и китайскими ханьцами, что указывает на его происхождение, связанное с Восточной Азией. Исследователи смоделировали его происхождение как связанное с малайцами на 82% и на 18% с вьетнамцами. Помимо этого, у представителей всех групп не обнаружено генетической близости с современными жителями из соседних деревень. Датировка Обнаруженные генетические различия между людьми озера Роупкунд наталкивают на вопрос о том, а было ли это одно событие саждения или несколько. Для определения возраста останков учёные использовали метод ускорительной массоспектрометрии и успешно получили радиоуглеродные даты для 37 человек, участвовавших в групповом анализе. В результате выяснилось, что события, связанные с людьми из групп Роупкунд А и Б, разделены во времени примерно на тысячу лет. Останки людей из группы Роупкунд А датированы седьмым десятым веками нашей эры. Но и эти события не произошли одновременно. Разница между датировками отдельных людей из группы А составляет около 200 лет. А представители группы Роупкунд Б и единственный представитель Восточной Азии из группы С датированы в пределах от 17-го до 20-го века со средней датой около 1800 года нашей эры. Различия в рационе Углеродный и азотно-изотопный анализ коллагенобедренной кости у 45 человек, который определяется диетой в последние 10-20 лет жизни человека, показал, что генетически различные группы и питались по-разному, что в принципе неудивительно, учитывая их происхождение и датировки. Все представители группы Роупкунд Б с типично восточным средиземноморским происхождением, а также человек Роупкунд С по азотопным данным потребляли в пищу пшеницу, ячмень и рис, а также животных выращенных на похожих растениях. И что интересно, никаких морепродуктов. А у представителей более древней группы Роупкунд А с типично южноазиатским происхождением рацион был более разнообразным. Одни питались преимущественно растениями, а у других рацион состоял из растений и животных, выращенных на проса, что было задокументировано в Южной Азии. Выводы Результаты исследования оказались довольно неожиданными. Во-первых, события, которые привели к накоплению останков, разделены во времени почти на 1000 лет, а в более ранней группе А этих событий, скорее всего, было несколько за период с 7 по 10 век нашей эры. Во-вторых, люди, окончившие свой путь у озера были генетически неоднородны. Одни были связаны с Южной Азией, а другие с Западной Евразией, не считая одного со смешанной восточно-азиатской родословной. В-третьих, изотопный анализ показал, что питались описанные группы также по-разному. Объединяя полученные данные, исследователи предлагают свои объяснения происхождения останков из различных групп. Озеро Раабкунд не расположено на каком-либо важном торговом пути, но через него проходит паломнический маршрут Нандадеви Радджад, который в Чамоле организуется один раз в 12 лет. Достоверные данные о паломничестве появляются только с конца XIX века. Но надписи на ближележащих храмах, датируемые между VIII и X веком, свидетельствуют о возможном более раннем происхождении и традиции. Исследователи рассматривают гипотезу массовой гибели во время паломничества как правдоподобное объяснение, по крайней мере для некоторых людей из группы Раабкунд А. А вот с группой Раабкунд Б всё более сложно. Заманчиво было бы предположить, что люди из группы Раабкунд Б происходят из индогреческих поселений со времён Александра Македонского, которые, возможно, внесли свой вклад в некоторые современные группы, как, к примеру, в Калашей, проживающих почти в тысячи километрах к северо-западу от озера, но всё же в пять раз ближе Крита. Однако это маловероятно, так как ожидается, что такая группа имела бы смесь с группами с более типичным южноазиатским происхождением, как это и отмечено у тех же Калашей, или что она была бы инбригинговой с относительно низким генетическим разнообразием. Объединяя различные факты, исследователи описывают группу Раабкунд Б как неродственных мужчин и женщин, которые родились в восточной части Средиземного моря во времена Османской империи. Как следует из их преимущественно наземного, а не морского рациона, они, возможно, жили во внутренних районах, а в конечном итоге, путешествуя, погибли в Гималаях. Участвовали ли они в паломничестве или шли к озеру Раабкунд по другим причинам, остается загадкой. Маловероятно, если бы индуистское паломничество практиковалось большой группой путешественников из Восточного Средиземноморья, где подобные практики не были распространены. Другое дело, индивид Раабкунд С с корнями из Восточной и Юго-Восточной Азии, для которого подобное занятие было бы более правдоподобным. В целом результаты исследования дали осмысленное представление о загадочном древнем месте. А также это исследование подчеркивает возможности биомолекулярного анализа для получения богатой информации о человеческой истории, особенно, когда археологический контекст сильно нарушен.